Ведь он придёт, он придёт, Валентина в день В огромных день настаёт, Валентина в день На белый снег, под окном ляжет чья-то тень Приветствую, друзья! Наш бессменный ведущий со знаком качества Марченко Влад заболел, и поэтому этот выпуск проведу я, Сокол Станислав, ученик 8-го В-класса. А вдруг и на мне поставят знак качества? Так уж получилось, что сколько людям праздников не давай, им всё будет мало. И сегодня я расскажу о самом весеннем, зимнем празднике Дня Святого Валентина. Почему весеннем, спросите вы? Да потому, что это праздник любви, а любовь, как известно, приходит весной. И поскольку праздник международный, невольно приходят мысли, а отмечают ли этот праздник в других странах, и отмечают ли вообще? Ну конечно же, да ещё и как! Начну, пожалуй, с самой любвеобильной страны – Франции. Ведь галантные французы – самые большие знатоки любви. Они поздравляют не только возлюбленных, но и всех остальных любимых людей, родственников, друзей, да и просто хороших знакомых. Традиционный подарок у них – это драгоценности. Что ж, очень неплохая традиция, не так ли? И между прочим, именно французам приписывают обычаи, обменившись открытками и валентинками. С коротенькими стишками, признаниями влюбленных. Самый вкусный праздник у итальянцев. Они называют его сладким. Потому что именно в этот день влюблённые дарят друг другу сладости. Англичане в этот день дарят своим суженным открытки-сердечки. А женщины гадают на будущего жениха, выглядывая из окон для того, чтобы узнать у мимо проходящего мужчины его имя. Вам это ничего не напоминает? Американцы, как самые практичные, дарят на этот праздник своим влюблённым далеко не самые практичные подарки – красные розы. Число купленных роз в эти дни бьёт все рекорды – 108 миллионов. А на конфеты в этот день тратят 692 миллиона долларов. Датчане в этот день отправляют своим избранницам Валентинки сердечки, не указывая своего имени. Догадливая девушка, если угадать от кого послание, и согласиться на отношения с ним, должна в ответ отправить шоколадное яйцо. Но, правда, это случится только на Пасху. Но, как говорится, настоящей любви время не помеха. Немцы отмечают этот день, пожалуй, самым необычным образом, так как они считают Святого Валентина покровителем душевнобольных. Немного странновато. Впрочем, даже самый настоящий влюблённый немного сумасшедший. И тот, кто хоть раз был влюблён, с этим согласится. Настоящий размах этот праздник имеет в Японии, далёк от Европы и её традиций. В этот день устраивают конкурс на самое громкое признание в любви. Девушки и юноши становятся на помост, откуда кричат изо всех сил всё, что хотят своим влюблённым. Победители получают приз. Самыми счастливыми признаны влюблённые в России, так как они отмечают этот праздник два раза в год. 14 февраля, день Святого Валентина, и 8 июля, в день памяти Святого Петра и Февронии Муромских, который признан днём любви, семьи и верности. Кстати, мы изучали повесть об этих святых на уроках литературы. Припоминаете? Домашним животным тоже признаются в любви. Ведь не секрет, что в мире много одиноких людей, которым тоже хочется с кем-то разделить этот праздник. Всё-таки хороший был этот человек Валентин. И влюблённым помогал, и лекарем был. Вот бы и в наше время был такой святой, который соединял бы сердца влюблённых, когда возникают непредвиденные препятствия на их пути. Это было бы здорово. Вот и вся информация о дне Святого Валентина. Надеюсь, она вам понравилась, и вы что-то почерпнули для себя. Кстати, а вы уже подумали, как будете отмечать этот день? Не знаю, как вы, а мы уже придумали, как мы будем поздравлять прекрасную половину нашего класса. Но это пока секрет. С наступающим вас тёвлым и романтическим праздником! До встречи в следующем выпуске полезной передачи! А с вами был я, Сокол Станислав. Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»